Слушай, а ты чё с нами здесь сидишь, ешь? Ты чё хату в курс не поставил, что ты петух? У меня холодный пот по спине. Скажем, в отношении меня применяли психотропы. Вот так называемая, да, в отношении вот так сыворотка правды, да, я её как бы прошёл. А было оно вообще покушение? На стене видны следы от ладони тех, кто его убивал. Не, ну, а что мешало Тесаку, если так и было, взять, ну, и дать эти показания? Если ты сегодня преследуешься властью, ты уже святой. Кто ждёт Фургала в тюрьме? Дело Фургала, оно рассыпется в суде присяжных. Кто такой адвокат Ефремова Эльман Пашаев? Пашаева подвели. Это один человек из этой всей кисловки. Ну, говорят, что это подвёл Никитова. И чем это всё закончится? Проще всего человеку, как говорится, пробить голову, да? Но это не работает. Друзья, хочу представить вам моего собеседника Иван Миронов. Адвокат, историк, писатель. Здравствуйте. Почитал о тебе, ну, мы на ты с Иваном. Почитал о тебе сын бывшего министра печати Бориса Миронова и доктора филологических наук Татьяны Мироновой. Золотая молодёжь? Я, вот этот период, который можно отнести условно к золотой молодёжи, это, наверное, длилось полгода, когда я ещё учился в школе. Это 94-й год. И тогда всё было крайне скромно. Отец нас растил в таких жёстких ежовых рукавицах. Поэтому насладиться какими-то моментами, связанными с номенклатурой тогдашней и отцовством министра я уже не смог. Ну, то есть дорогие машины, ночные клубы, девушки облегчённого варианта поведения. Нет, ни в коем случае. Я более того скажу, что, находясь на посту министра, отец даже не получил квартиры, не было дачи. Единственное, это был служебный транспорт. И возможность там, ну, один раз отдохнули под Волгой, на Волге три недели. Всё. И на этом всё, что связано, скажем, с положением моего отца, для меня это закончилось. Уважаю таких людей. Ну, более того, скажем, вот та активное противодействие, активная борьба с влиятельными товарищами, с кем вступил мой отец, в том числе там с Чубайсом, она привела к тому, что даже когда я поступал там на юрфак, у меня были чёрные шары, мне закрыли вход в престижные вузы. Чисто шла месть, которая длилась достаточно долго. Приходилось, конечно, пробиваться вот через вот эту всю толщу вот этой дичи. Ну, Чубайса ты сам назвал. И, конечно, интересная вообще вот у тебя такая жизненная ситуация. В марте 2005 года объявлен федеральный розыск по обвинению в покушении Анатолия Чубайса. И, кстати, вот смотрю, 11 декабря 2006 года был задержан. То есть тебя полтора года искали, что ли, не могли найти? Меня искали полтора года. Я всё это время находился в федеральном розыске. В Вологде и приезжал сюда наездами. Это было такое очень интересное время. Это адреналиновое было время. Потому что когда... Потом, естественно, к этому состоянию привыкаешь. Но когда ты пересекаешь МКАД, у тебя зашкаливает адреналин, и ты понимаешь, что каждый товарищ с корочкой за тебя получит сразу... Звёздочку, звёздочку, награду, премию. Но это, кстати, добавляло какое-то вот такое ощущение, наверное, жизненной радости. По-другому вкус жизни начинаешь чувствовать, когда ты понимаешь, что каждый твой день может быть последний. А если тебя примут, то здесь, возможно, всё. Начиная от пыток и заканчивая там... Ну, пожизненную бы не дали, пожизненный срок. Ну, наверное, 24 года я бы получил бы как бы запросто. Ты живёшь как в последнем днём. Интересное состояние. Давай по порядку. Я помню сообщение об этом покушении. Кстати, если оно было на самом деле, очень профессионально сработала его охрана. Первая машина сразу улетела, да, а вторая там отстреливалась. А было оно вообще покушение? Я вот просто думаю, ну смотри, ну, Чубайс... Ну, всё-таки он не играет уже в такой какой-то глобальной роли в жизни России. Да, ну вот есть Чубайс, возглавляют государственную корпорацию. Ну, это что-то не сильно повлияло бы. И кто бы ему стал мстить там за что-то сделанное? То есть логики нету. Логика была. Ну, логика была с точки зрения имитации этого покушения. Вот я и говорю, было оно или не было? Это была имитация в чистом виде. И тогда, в 2005 году, шла реформа энергетики, у которой были очень серьёзные противники, очень влиятельные. И здесь просто Чубайс работал на опережение. Просто надо было показать, что вот есть группа лиц, которая желает смерти. И, соответственно, все, кто выступает против этих реформ, они могут быть идеологами этого покушения. Они могут быть заказчиками этого покушения. И очень много людей, которые занимали активную позицию, противоборствующую Чубайсу, они попрятали языки в задницу. И всё это прошло очень тихо и гладко. А что касается сработали охраны, там было очень много таких странных вещей. Скажем, когда сам Лебузин получил незначительные царапины. А, скажем, девятка, которая шла и загородила от взрыва, обычная девятка, она там были выбиты все стёкла, но не было ни одного повреждения шрапнелю или от выстрела. И существует такая достаточно убедительная версия. Я убеждён, что машина уже была обстрелена, когда появилась эта строчка на капоте. Она уже в другом месте была обстрелена. И вот эта ровная автоматная строчка, она как раз веществовала о том, что машина в этот момент находилась в недвижимом положении. Скорее всего, это было где-то уже сделано в гараже. Был ли Чубайс в тот момент? Тоже это свидетели, в том числе охрана, они путались в показаниях и, скорее всего, вообще там не было. То есть это такая была достаточно тонкая, изощрённая имитация. Меня, несмотря на то, что они вешали, как говорится, от буры до бокса, и то, что закладывал, взрывал и участвовал в непосредственном расстреле кортежа, тем не менее, мне они изначально отводили, ну я тут на тот момент был аспирант, историк, политтехнолог, в принципе, чего интеллигента взять и посадить, и он даст любые показания. И на это был как бы расчёт, что давать свидетельские показания, и ты отскакиваешь. Да, я взял 51-ю статью, я понял, что, что бы я ни сказал, это всё будет извращено, и потом уже объяснение подробное я давал уже непосредственно в суде присяжных. Присяжных, слава богу, дай бог здоровья этим людям, которые всё-таки разобрались и вынесли оправдательный вердикт. Повезло, прямо скажем. Ну, это, во-первых, да, наверное, повезло, во-вторых, это был божий промысел, ну, а в-третьих, это действительно такая очень кропотливая работа, что касается доказательств по делу и опровержения того фуфла, который они притащили в суд, потому что против нас, кроме прокурора и председательствующего суди, работала ещё целая команда чубайцевских адвокатов. То есть это было порядка семи человек, которые, только адвокатов, которые должны были убедить присяжных, что всё-таки перед ним, перед ними сидят убийцы. Ну, в том числе, кстати, а руководил всей этой шайкой адвокатской Гозман. Лёня Гозман, вот это странненький товарищ, но достаточно популярный в либеральных кругах. Ну, почему говорю повезло, я ведь даю много концертов по зонам, следственным изоляторам, и уверен, что очень много там сидят людей невинных, которые получили сроки ни за что. Вот моё такое внутреннее убеждение. Но, тем не менее, я так понимаю, что для тебя, конечно, это было серьёзное испытание. Давай поговорим. Для меня это, когда я туда попадаю, это страшно. Вот я просто, я как бы на экскурсии, да, но у меня холодный, я пою песни, у меня холодный пот по спине. Я представляю, каково там людям находиться. Кстати, я вот уверен, что если лет в 14-15 ребят отправлять на экскурсии туда, вот эта, знаешь, блатная романтика, ауе там, она к ней прилипать точно не будет, знаешь. Страшно. Давай по порядку. Тебя прессовали, вот есть такие пресс-хаты? Или это уже осталось сложно? Пресс-хаты есть. Но для чего прессуются? Почему людей пускают под пресс? Первое – это создать невыносимые условия, когда человеку становится безумно душно, ему безумно становится хочется на воле, и он находится в состоянии постоянного страха. То есть проще всего человеку, как говорится, пробить голову, да, но это не работает. А когда человек находится в постоянном страхе, что ему пробьют голову или будет какое-то насилие, вот это, вот это да, вот это работает. Опять-таки, кого сейчас бьют, кого прессуют? Это прежде всего свидетели, от которых требуется дать показания. Ключевых фигур, которые могут что-то подписать и признаться, прессовать нецелесообразно, потому что это слабый материал для суда. То есть если показания получены под пытками, то как только он идет в суд, соответственно, эта работа адвокатов правильная, она все это развалит. А бесы любят тишину, и они не заинтересованы в огласке вот в этой, этой той беспредельной деятельности, которой они занимаются. Поэтому здесь, что касается меня, я скажу так. Я сидел полтора года на 99-1, это так называемый Кремлевский централ, федеральная тюрьма номер один, и досиживал еще полгода на спецблоке матросской тишины, до изменения меры пресечения в отношении меня. И там ввелась прежде всего очень тонкая психологическая работа. То есть где-то, наверное, первый месяц составляется психологический портрет, болевые точки. Это могут быть жены, дети, мать, соответственно, если идет постоянная переписка, эти письма начинают морозиться. Дальше это создаются невыносимые условия в тюрьме. Скажем, в отношении меня применяли психотропы. Вот так называемая, да, в отношении вот так сыворотка правды, я ее как бы прошел. Я знаю, что это такое. Когда меня через недели три нахождение в одной камере в первой, меня закинуют в абсолютно пустую, голую, голодную хату, где сидят два человека, которые полностью сотрудничают с оперчастью. Один такой бывший курганский, недобитый, потому что их всех же там перемесили, перевешивали. А другой такой чистый балагур, такой героин в особо крупных. И приготовить, и посмеяться. Плохой исследователь и хороший исследователь. Да, вот такая история. И потом еды не было, и был один чай. И вот мне что-то подмешали в чай. После этого возникает, ну, это, я не знаю, сродни, наверное, амфетаминам, когда такая эйфория, тебе хочется танцевать, тебе хочется говорить, ты испытываешь безумную симпатию к людям, которые тебя окружают, ты хочешь делиться, ты, причем говорить, ты можешь безумно лкунуть, когда, например, кидают любое слово, там, салфетка, дверь, и ты можешь говорить, да, вот, все, что знаешь о дверях, о салфетках, о деревьях, о небе. Причем поражает информированность, скажем, соседей, потому что когда один зэк знал подробности моей кандидатской диссертации по истории. То есть это вот, я представляю, какие тогда у них дела, какая аналитика была, чтобы запускать таких людей. И это все происходило до четырех, причем в камере не было ни телевизора, ни радиоточки, чтобы можно было спокойно все это писать. А потом, когда я в четыре утра, запахавшийся от того, что вот ты просто говоришь, садишься на шконку, и у тебя верхний нерв, я даже знал, что там есть нервы, бьет по зубам, я понял, что это наркотики. И потом это все было перед выходными, адвокатов запустить уже нельзя, передать какую-то там ту же мочу, ту же слюну для анализа уже невозможно, все это выходит. И, соответственно, вот меня там еще сутки держало, сутки был такой тяжелый отходняк. Но есть один нюанс, вот как это обойти? Это максимально на что способна сыворотка правды. Если ты изначально, ну, за какой-то период делаешь так называемые стопы на определенные слова, на определенные темы, ты просто сам себе говоришь. Вот такие-то фамилии, такие-то ситуации, о которых я никогда не скажу ни при каких обстоятельствах. И самое интересное, это работа ЕД. Эта фармацевтика, она не может через это пробиться. Все. И на этом все слетает. Ну, то есть они из тебя ничего не выведали, балагуры эти. Ну, давайте так, нечего, я готов был рассказать, я говорю, спрашивайте, я задам. А также была такая силовая история, когда ты сидишь с быками просто, которые работают на оперативной, на оперчасть, и все время происходят вот эти все качели. Вот эти все нервы, напряжение к словам. У меня была одна ситуация, мы сидели, где-то было четыре таких отморозка, у которых там несколько убийств было за плечами, которые уже там до носков были красные, они сотрудничали с операми и устраивали вот этот как бы жесть. А со мной сидел еще Боря Шафрай, это банкир, который проходил по делу Френкеля, убийство первого зампреда ЦБ Козлова. А Боря это такой, ну, несчастный уже в годах такой товарищ, который привык к всему сладкому и оказался вдруг вот как бы на шконке. И садимся есть. А один бычара пошел в холодильник, он не слышит нашего диалога. Они работали на пару. А Леша Грибков, это Вова Грибков, это такой Ореховский, с которого, собственно, дело начало, дошу губу, они топором давили. И сидит Боря и говорит, я вот год сижу, не могу никак одуплиться. И вскакивает Грибок, Грибок, здорово, метра по два, кожа, кости, мышцы. И говорит, Боря, сука, ты где сидишь? Ты знаешь, что такое одупляться? Он говорит, нет. Ну, это вот, понимаешь, мы сидим в тюрьме, здесь порядочный арест. И начинают его прессовать. Ну, без рукоприкладства пока. Боря уже не знает, что делать. А я сижу, я сижу, ем рядом. Ну, двое рамся, третий не лезть, золотое правило. Подходит вот этот бык, с кем они на пару там прессуют. Садится и говорит, начинает есть. А он только отголоски фраз слышал. Он говорит, а я вот только через три года одуплился, когда на тюрьму заехал. Что такое одуплился? Ну, его подводили, что это некий акт мужеложества, вот изначально. А тот не знал, тот сел и говорит, я говорю, слушай, а ты что с нами здесь сидишь, ешь? Ты что хату в курс не поставил, что ты петух? Он вон подскакивает, что ты сказал? Я говорю, не, я сказал, кореш твой кислый сказал, с ним и разбирайся. Ты или вещи забирай и давай под шконку, или давай как-то это все объясняй. Ну, ты себя авторитетом был таким-то. Да, ну, сбиваешь, в баме стряхиваешь, а потом уже, когда уже дошло до такого вот уже невыносимой сиденья, понимаешь, что рано-поздно произойдет, просто сам устроил драку в камере, и меня перевели уже оттуда. Вот, собственно, и все. И потом вроде меня уже как бы не трогал. Понятно. Ну, насколько я знаю, ты сидел еще с другими интересными фигурантами самых громких дел двухтысячных. Кумарин, воскреситель бесланских детей, гробовой, легендарный киллер Леша Солдат. А с ними как складывались отношения? Ну, скажем так, у меня очень теплые отношения сложились дружеские и с Кумариным, и с Леша Солдатом. Потому что, первое, люди были действительно интеллигентные, приятные в общении. Во-вторых, было о чем поговорить. То есть интересный собеседник на тюрьме, умный собеседник, это, наверное, самое дорогое сокровище, которое тебе посылает вообще тюрьма, может послать. Интернета нету, да? Шахматы. Шахматы, беседы, книги, обмен мнениями. Всегда какие-то есть общие знакомые, которые там остались, которых можно обсудить. То есть это интересное общение. Это не там весь день Муз-ТВ, который тебе выносит там голову, оно у тебя уже мозг из ушей начинает капать. Это, да, это интересное провождение времени. То есть у таких людей, самое дорогое, что нам дает жизнь вообще, в том числе тюрьма, это учителя, это люди, у которых можно поучиться и у которых есть что взять. А гробовой, гробовой, это, конечно, чистый черт. Я считаю, что это одна порода смавродии. То есть это полусумасшедшие. Я до этого не верил в зомбирование. Но такое ощущение, что это просто взяли человеку, промыли мозг, сделали из него торпеду и отправили собирать деньги, которым пользовались, соответственно, другие люди, чтобы потом его разменять и отправить на сидение. А поскольку человек сумасшедший и он верит в свое некое такое миссианство, то он никогда не сможет от него отказаться. Он никогда не может признать, даже если где-то на подсознании он понимает, что моими руками кто-то загребал жар. И они будут стоять до конца. То есть это великолепные технологии, через которые, наверное, был освоен миллиарды долларов. Друзья, я не просто задаю вопросы Ивану. Любой человек в нашей стране, к сожалению, может оказаться в его положении. Неважно, вели вы ли такой законопослушный образ жизни или не очень. Шанс такой есть. Как выжить в тюрьме? Выжить в тюрьме, ну, человеку верующему выжить очень легко. Более того, я считаю, что больница, тюрьма и окоп – это самые короткие пути к Богу. Тюрьма – это вот один из них. Когда ты сознательно приходишь, ты понимаешь, что ты один. Надежда только на самого себя, но сам себе ты не можешь дать тех сил ту волю. И поэтому ты просто полагаешься на волю Божью. Это первый момент. Ну, а второй, конечно, это физкультура. Это и йога, и физические занятия. Потому что я когда заехал, я думал, а как вообще, какой спорт здесь может быть? Там на кулачке два квадратных метра. Ну, только приседания и отжимания. А потом уже было порядка пяти комплексов серьезных, которые прокачивали все группы мышц, абсолютно разные. И ты мог по четыре часа чисто заниматься спортом. И как это ни парадоксально, потому что Ефремов, я думаю, для Ефремова это спасительная ситуация. Потому что иногда людей несет, и они сами понимают, что еще пару лет – это ты или сторчишься, или сопьешься. А тогда у тебя посылаются какие-то испытания, которые тебя ограничивают от тех соблазнов света, в которых ты вовлечен, и ты не можешь из этого вырваться. Я считаю, что тот же Ефремов, он поправит здоровье и выйдет уже другим человеком. И для него это еще как для человека творческого это будет какой-то новый старт. Потому что, вот смотрите, вот даже если, вот представьте, Маяковский бы сел, Есенин бы сел, Высоцкий бы сел. Это в тюрьму на несколько лет. Они не просто остались бы живы, это был бы действительно еще новый этап творчества, более глубокого, более высокого и более пронзительного. Так, что ждет Фургала в тюрьме? Что ждет Фургала? Они не ожидали, что будет такой общественный резонанс, потому что у них было, ну, есть такое общественное мнение, что все губернаторы, так или иначе, это ставленники ВВ, они по определению должны быть жуликами. Сказать, что Фургал, ну, наверное, был чистейшей души человек, чистейшей души чиновников, конечно, нет. Это была, в принципе, та же порода, которая характерна для нашего времени. Ну, подожди, его совершенно по-другому делу зацепили. Сейчас, да. Вот я вот и скажу. Но, когда его зацепили там за 20-летние трупы, за какие-то дела, и зацепили по схеме, которая вообще типична для именно сфабрикованных политических дел, когда находят зэков с пожизненным, которые готовы чисто за поездку в московское СИЗО или в любое другое СИЗО, где другая еда, где другой режим, и просто окунуться там. Ну, они показания дадут хоть на собственную мать. И вот эти все факторы, они, наверное, сыграли эффект разорвавшейся бомбы. Но у нас же сейчас другой момент. И, кстати, дело Фургала это показало. Когда если ты сегодня просто выступаешь против власти, ты герой. Если ты сегодня преследуешься властью, ты уже святой. И вот здесь Фургал оказался вот в этой роли. И если, скорее всего, сейчас, чтобы его закрепить, они понимают, что дело Фургала, оно рассыпется в суде присяжных. В суде присяжных оно рассыпется. Ну, я тоже думаю, знаешь, 15 лет назад. Ну, это же нельзя, любое сейчас я про тебя скажу. Вот ты там убил какой-то, придумай, да? Значит, должно же быть. Там телефоны сняты, что твои телефоны были там рядом с какими-то там, да, вот этими, которые исполнителями. Да, что запись там какая-то, камеры видеонаблюдений. Ну, как без этого? Это же тяжелейшее преступление. Что по поводу этого говорит обвинение? Обычно. Если у тебя нет алиби, ты виновен. Если у тебя алиби есть, значит, ты так тщательно подготовился к совершению преступления, что ты создал себе алиби. Вот и все. Это глубокое заблуждение, когда... Ну, подожди-ка, 15 лет назад. Какое алиби? Ты меня спрашиваешь, что неделю назад было, я уже не помню. Да, они считают, что алиби нет, значит, уже можно в этот вакуум запихивать все, что угодно. Поэтому вот я бы это дело развалил достаточно легко в суде присяжных. Другое дело, что его сейчас постараются... Ну, кстати, они очень похожи с делом Быкова. Анатолия Быкова, красноярского олигарха, который решил полезть в политику. И в итоге дело Фургала, она просто информационно, она немножко это дело вот замяла. Она его приглушила аналогичностью своей. А так они как обычно делают? Они добавляют экономические преступления там, где составы не позволяют избрать себе суд присяжных. И люди вынуждены идти просто к профессиональному суде, который штампует приговор. И тем самым они его закрепляют, а потом уже идут в суд присяжных. И неважно, оправдают или не оправдают, он все равно сидит. Тем более, оправдательный приговор, который постановляется на основании вердикта суда присяжных, он может быть в легкую отменен. Поэтому, если Фургал пойдет в чистую в суд присяжных, то присяжные его должны оправдать, если не будет ошибок со стороны защиты. Стали часто спрашивать меня в последнее время про Тесака. Почему-то все убеждены, что он не покончил жизнь самоубийством, а его там убили в тюрьме. Может такое быть? Но здесь иной версии быть не может. Я у себя на канале Миронов де-факто, я выкладывал и разбор посмертных фотографий, с точки зрения уже адвоката, это человек, который видел трупы и видел непосредственно происхождение каких-то следов насилия. Ну и также на канале выкладывал версию, почему это произошло и, главное, зачем пытали и убили. То, что мы видели в фотографии, но самые последние фотографии, это которые снимал отец Максима, который получил труп. Это его истязали, истязали жестоко и потом убили. Следы, это следы, у него следы от инъекций, вырванные ногти, вскрытые там сонные артерии, причем вскрытые как бы криво. И фотография именно с места преступления, когда в сети одна, она просто видит, что у человека были связаны, его руки развязали и перевернули. Его душили, когда он находился на животе, причем там даже вот на стене видны следы от ладони тех, кто его убивал. За спиной один там след четко виден, кровавый, на полу. Это мог появиться только если он тут стоял и там была, брызгалась кровь. И то, что уже после вскрытия выдали тело, это жуткое зрелище, это в интернете все это есть, это подлинные съемки и подлинные фотографии. Я просто сам их видел непосредственно из первых рук. Это когда, чтобы скрыть следы у душения, не то, что вот как убивали, ему фактически шею отрезали. То есть ему кожу натянули на плечи шею, у него шеи нет, у него следы вот этих инъекций, это все тоже присутствует. То есть там пытки были страшны, это убийство. Вопрос для чего? Вот для чего? Вот он такой, чтобы... Они говорят, да, они говорят, что, дескать, человеку вдруг что-то пришло в голову, и он решил признаться в двух преступлениях, которые он совершал. В двух. Там два убийства, которые там 15-летней давности порядка. Ну, такого не бывает. Человеку выходить через полгода, он вызывает оперов и говорит, я тут хочу вспомнить о 15-летней давности, о телах. Но, а вот здесь, если мы начинаем копать клубже, то эта история появилась с подачи израильского режиссера Влади Антоневича, который вдруг, до этого и снял единственный фильм о телевизорских бомжах, вдруг воспылал любовью к холодной России, приехал сюда, и пять лет снимал кино о том, что было постановочное видео убийства одного дагестанца и одного танжика, или не было. Это был известный нашумевший ролик, когда было постановочное видео, где там неонацисты убивают двух лиц неславянской национальности, и потом выкладывают это в сеть. СК проверяла, и был ответ, что все это постановка, такого не было. А здесь вот Антоневич, якобы доказывая в своем фильме, я смотрел, ну, полное дерьмо, такое непрофессиональное, о том, что, дескать, его вот как раз, это подлинное убийство, и виновны в этом три человека. Один это Румянцев такой, Дмитрий, который давно уже сотрудничает с правоохранительными органами и выступает таким штатным свидетелем обвинения в судах. Второй это Максим, который якобы снимал на камеру. И самое главное, кто это, кто непосредственно участвовал, это Сергей Коротких. Больше известен как Малюта. И вот как раз на него Тесак должен был дать явку показания, явку с повинной. Потому что кто такой Коротких? Коротких это бывший скинхед, который вместе они с Тесаком начинали вот на этой хайповой такой правой теме, а потом он уехал в Украину, он сам гражданин Белоруссии, где быстро сделал карьеру в рядах украинских командос. И он стал... Не говори, командос? Украинских командос. Что такое? То есть спецназовец? Или что? Батальон Азов. Батальон Азов. При этом он лично пленил 14... Ну, правосейки, короче. Правосейки. Пленил 14 наших десантников, взял в плен министра обороны ДНР, и получил лично за это документы, паспорт гражданина Украины от Порошенко. И это человек, который сейчас является там правой рукой Белецкого. Контролирует улицу и силовые подразделения. При этом гражданин Белоруссии. И как только... При этом он у Зеленского как заноза в заднице, потому что любые инициативы по смягчению ситуации на Донбассе и какие-то уступки в сторону России или ДНР, они вызывают массовый протест со стороны правого фланга. И при этом это человек, который завтра мог уехать в ту же Белоруссию, с боевиками качать ситуацию там против Лукашенко. И, соответственно, им нужно, им нужен сейчас коротких. Через коротких они попытаются как-то ударить при репетации Белецкого. Потому что по политическим мотивам человека выдать тем более такого героического на Украине, как его там невозможно. но когда у тебя на тебе фактически подтверждены два трупа и, соответственно, это все по либеральной инициативе того же израильской стороны все это сделано через расследование, то это гораздо проще. Но самое главное, если даже не выдать, то можно просто ему перекрыть и Белоруссию, и, соответственно, Европу, все остальное. Ну, так что, отказался, что ли, Тесак? То есть его делали, ну как, из него просто выбивали эти показания как свидетеля, потому что следователь, который выдавал тело отцу, он сказал, что Максим допрашивался как свидетелем, то есть его чисто из него выбивали показания под третье лицо. Это третье лицо, это как раз вот боевик, который контролирует правую улицу, революционную вот эту движуху на Украине. Им нужно его достать. Я не знаю, это и соображение мести, потому что человек, который принес очень достать, создал большие проблемы здесь нашим подразделениям, или соображение просто въеду. Нет, ну а что мешало Тесаку, если так и было, взять, ну и дать эти показания? Ну, во-первых, я считаю, что это так не было. Я считаю, что это сугубо повод и дело полностью сфабриковано. Во-вторых, наговаривать на себя тоже, тем более, это все-таки убийство в составе группы вряд ли кто захочет, двух человек. А в-третьих, после пыток, в итоге они, я думаю, получили, заполучили все это под камеру, выпускать его в Москву в качестве свидетеля просто опасно. Человек, который попадет в московское СИЗО и на нем будет вот эта вся красота, следы истязания, это будет огромный скандал и в итоге это дело может просто порушиться в суде. И чем это все закончится, если есть эти следы, о которых ты говоришь? Это будет уголовное дело еще одно? Нет, уголовное дело, я думаю, будет, все-таки это будет доведено до вас, потому что слишком все явно. Слишком все явно, но очень опасно это все замолчать и спустить на тормозах, потому что каждая, каждая беспредельная подобная ситуация, она порождает еще десятки таких, потому что если за какое-то преступление, тем более в тюрьме, тем более со стороны оперативных сотрудников не следует жесткое наказание, значит, эта все дозволенность уже впитывается всеми остальными теми, которые занимаются. Слушай, ну почему у нас нельзя сидеть, как в Голландии? Тебя лишили свободы, это уже страшное наказание. Дайте возможность человеку выведенную из своей обычной жизни просто нормально жить, сидеть, чтобы над ним не издевались, его не мучили. К сожалению, у нас система ВСИН, она полная, она является правоприемником и преемником тех методов и приемов, которые были в Советском Союзе. Вся эта система, она построена, вот для чего существует оперативник, вот казалось бы, я не знаю, есть ли в Голландии или нет вообще оперативники ВСИН. Для чего нужны оперативники ВСИН? Для того, чтобы раскрывать новое преступление и получать информацию уже по раскрытым ранее, собирать доказательства. Соответственно, вот эта пыточная система, система психологического насилия, она первостепенна для работы оперативных сотрудников. Поэтому, пока эта система вот так, как я, она будет существовать. Сегодня у многих, в том числе и у предпринимателей, существует мнение, что адвокатская работа бесполезна. у нас постоянно клиенты обращаются и говорят, вы можете встретиться с Иваном Ивановичем, с Петром Петровичем? Это очень серьезный человек. Нам его привели очень серьезные люди, там, из АП или центрального парада ФСБ, которые рекомендовали как просто волшебную палочку и возможность вообще все решить. И где-то раз в месяц у меня такие встречи происходят. То есть, мы просто прорабатываем этих мошенников, встречаемся вместе, там, не афишируя, кто я, адвокат. Встречаемся, причем человек, который вот, чьи вопросы должны решить, он просто влюблен, он обольщен, он не хочет слышать, верить, что это вот Македалова. Причем люди приезжают, вот была последняя ситуация, человек договаривается о встрече, приезжает к офису на Ильинке и ставит машину так, договаривается, чтобы рядом со столиком в кафе, Майбах, водителя сажает за соседний стол, чтобы через 5 минут начала разговора вот так сказать, а, сигареты, Вась, дай. Ну, соответственно, Майбах обозначен, серьезность обозначена, все, можно дальше продолжать разговор. Ну, тут же, что мы раз, номера отправляем на пробивку, нам приходит, соответственно, арендованная машина. То есть, если человек хочет произвести впечатление, надо более тщательно готовиться. Хочет произвести впечатление, вот если вот первый признак мошенника, если человек хочет на тебя произвести впечатление, что он может решить. Если человек может решать такие вопросы, он никогда к тебе не приедет, потому что у него стоит очередь где-то в офисе, и он тебя может там поставить, потому что это уникальный, это уникальный продукт, сами понимаете, закрыть уголовное дело, и решить с налоговой. И там его все знают. И еще есть такой прием, я сейчас просто открою как бы секрет там адвокатской профессии, когда ты, это такое, называется допущение легенды. Когда условно говорят, ты сидишь с человеком, который что-то предлагает. Понимаешь, что мошенник, нужно как бы закрепиться. Ты говоришь, ну хорошо, а вот у нас, нам нужно решать вопрос, да, там, условно говоря, с Беляевым, там по Санкт-Петербургу, без него ничего не решается. Без него мы не пройдемся. Вы же через него будете решать? Он говорит, да, через него. Я говорю, хорошо, а в Москве что делать? У нас здесь сидит там генерал этот Комлев. И не проехать. Вот закусился почему-то. Вот что нам с Комлевым делать? А, ну, через Беляев мы работаем, там есть общее понимание, там ему все объяснили. А что касается Комлева, то, ну, там уже с ним мне сказали, я знакомый, владеющий сквозь. А это люди, которых не существует. Там поговорят с ним или через центральный аппарат, или через АП. А это люди, которых не существует. Это не существует. Все. Можно как бы сливать. То есть человек, если он не знает существующих, как бы, имен, то он как бы идиот вообще. Если он знает существующих, не существующих, просто все, то это просто мошенник. И это вот столько мы их пачками можно сдавать. Мы видели, скажем, родственников всяких больших людей, мы видели людей, которые там меняли паспорт, становились сеченными и торговали себя как родственники непосредственные. Это тоже выкупалось как бы на раз-два. То есть у нас вот одно из направлений, я думаю, это как бы штучное, но сейчас пошел поток, когда мы просто разоблачаем всю эту сволочь. Не, ну, почему, вот психологически, почему существуют инфо-цыгане, почему они так популярны, почему существуют мошенники, сектанты. Когда ты приходишь вот к человеку и говоришь, вот есть бизнес-план, нужны инвестиции. Он говорит, первый вопрос вопрос, какая доходность? Ты говоришь, ну, процент или там два процента, три процента в месяц. Что он будет делать? Он возьмет бизнес-план, он будет изучать, у него будет куча сомнений, которые у него сразу возникнут, которые он будет придумывать сам. Он будет искать брак, где можно потерять, где можно кинуть. Когда ты человеку приходишь и говоришь, слушай, есть бизнес с доходностью 8 процентов в месяц или 10 процентов в месяц. Все. Он уже эти деньги получил, он уже их освоил, он уже понимает. Он пришел не ко мне. Если он пришел ко мне, я просто посмеюсь. Он уже живет в другой реальности там. И он платит за мечту. У него все сомнения, которые должны возникнуть, их глушит подсознание вообще под корень. Он уже очарован, он уже влюблен в этого человека. Жадность. Жадность порождает... Любовь к халяве. Жадность порождает бедность. То же самое и вопросы решения. Когда человек к нам приходит, мы говорим, вы можете это решить? Мы говорим, вот здесь мы отбиваемся, здесь, ну, если здесь не отобьемся, значит, здесь мы зайдем вот так вот. То есть мы показываем алгоритм, подробный алгоритм, как будем действовать. Да, это долгий путь, но на выходе мы должны выйти с минимальными потерями или отбиться. Мы показываем. Когда человек говорит, все, завтра там ваш родственник выйдет из тюрьмы, мы закроем там все налоговые претензии, все. Человек платит... Но деньги вперед. Да, и человек покупает себе иллюзию, мечту, в которой он живет несколько месяцев до момента, когда он вдруг поймет, что его кинули. И он где-то допускает, что его кинут, но он вот, у него начинается другая жизнь, жизнь свободного, независимого человека, и он наслаждается ее, и фактически он за это и платит. Ужас. Кстати, а кто такой адвокат Ефремова Эльман Пашаев? Ну, я говорил, что это таких адвокатов, как Пашаев, их дает Господь Бог за наказание, за все грехи, которые человек совершил в течение всей своей жизни. И как расплату за эти грехи. И, к сожалению, в адвокатской профессии, ну, знаете, это из серии один товарищ, известный цирковой режиссер такой, Валентин Гневшев, он сказал, интересно, такую фразу, что девушки любят акробатов, но выходят замуж за клоунов. Она немножко погрубее. К сожалению, таких, такой клоунады достаточно много. Ну, что делать? Здесь же человек, адвоката выбирает как, порой, как и человек, с кем он готов прожить какую-то жизнь. Как друга выбирает адвокат. Как девушку. То есть, чтобы они были с ним на одной волне. Человеку сумасшедшему или полусумасшедшему, или со склонностями ко всяким девиациям сложно найти вменяемого человека. Он будет выбирать, чтобы ему все пообещали, все сказали. И на что, я думаю, здесь купился Ефремов. Первое, то, что Пашаева подвели. Это один человек из этой всей тусовки. Но говорят, что это подвел Никита Высоцкий. Говорят. То, что я слышал. Соответственно, я думаю, не без отката определенного. Я думаю так. А второе, и, соответственно, когда человек подводит, человек находится вот в таком расторможенном состоянии, ему говорят, вот человек, который тебя спасет. И он гарантирует. Вот когда адвокат что-то гарантирует, это мошенник. И вообще адвокат не имеет права по закону гарантировать результат. Потому что это основание для лишения статуса. Если человек в адвокатском соглашении пропишет, что вот за такое-такое, там, за закрытие уголовного дела, да, гарантии и так далее, так далее, все, это лишение уже основания. И просто, я думаю, Ефремова развели, воспользовавшись его вот таким психологически растерзанным состоянием. Скажи мне, а вот тот срок, который он получил, такой и должен был получить? Нет. Мне кажется, поменьше должен был получить. Он должен был получить потолок, это пять лет поселка. На химии. На химию, на так называемую химию. Пять лет, это максимум, это потолок. Пашаев сделал невозможное для адвоката. Просто невозможное. Он переплюнул просто всех. И самое, вот, самое грустное во всей этой ситуации, вот если бы Ефремов пошел бы один и держался бы той же линии, что да, я прошу прощения, я сволочь, урод, вот, то, вот даже если ему дали семь, шесть, пять лет реального, все бы были бы на его стороне. Все бы жалели, все бы сочувствовали, все бы говорили, Миша, Миша, мы с тобой, и это вот происки вот этой власти, которую ты критиковал. А здесь же все, все жмут плечами и говорят, ну, не дебил ли? И, понимаешь, понимаешь, Андрей, он всегда играл таких философствующих алкашей, которых очень любит наш народ. Эти все роли, они были очень естественны для него, поэтому он был так востребован и любим. А здесь он примерил роль циничного идиота. Эта роль ему не подошла, эту роль не принял ни суд, ни общество. Хорошо. Как тогда правильно выбрать адвоката? Ну, адвоката первое. Нужно выбирать по, ну, все-таки стараться по рекомендации. А второе, вы должны понимать его, понимать все его действия, все его шаги. Он должен вам рассказать, как вы пойдете. Адвокат, который надувает щеки, говорит, дайте денег, а ну, что я вас буду в детали вводить, вы все равно ничего не поймете. Человек, который обещает сразу решить через судей, через следователей, просит просто деньги на взятку, это тоже мошенники сто процентов. Вы должны с человеком быть на одной волне. Вы должны понимать. Ну, этот вопрос такой же можно задать и адвокату, как выбирать клиента. Если я понимаю, что передо мной человек, с кем я не сработал, работаюсь, с кем мне будет некомфортно общаться, вести дела, советоваться, который будет не слушать какие-то рекомендации, то я не возьму за это дело, несмотря на размер адвоката, гонорара, который я могу заложить. То есть, вы с адвокатом должны быть на одной волне. Если вы видите, что адвокат чрезмерно уделяет своей внешности, вот там бабочки, что-то яркие, какие-то галстуки, что-то такое, фельдеперсовые. Часы дорогие, например. Нет, но есть, опять-таки, вот когда ты носишь будильники там за 100 тысяч долларов, и главное, вот и все, демонстрируешь. Это одна история. Если когда все-таки это определенный, ну это средний уровень, да, это понятно. Но когда вот человек пытается себя продать, вот так, явно нарочито, значит, для него вопрос техники не интересует. Я вам скажу, иногда по 51-й, те, кто ходят, знаете, назначенные адвокаты, они иногда стреляют гораздо лучше, чем вот эти все расфуфыренные, там, маститые товарищи, которые себе продают за баснословные, как бы, деньги. Поэтому здесь надо выбирать по душе и всегда, скажем, привлекать в качестве арбитра, который бы помог выбрать, это, соответственно, кого-то третьего, ну, из друзей, потому что человек, который находится, или там родственник, человек, который оказался там в СИЗО, там, не дай бог, он не всегда способен адекватно воспринимать ситуацию. То есть, это должно быть взвешенное решение. А что касается суда присяжных, это отдельный вопрос. Надо выбирать адвоката, который бы смог понравиться присяжным. Не то, что он имеет какое-то имя, голод, а что вот насколько он может понравиться, насколько он будет убедителен перед присяжным, насколько он будет вас дополнять. Ну, помимо адвокатской деятельности, ты еще и у нас писатель. Я слышал, что у тебя вышел новый роман. это было пять лет напряженной работы. Это местами сумасшествия, потому что там есть очень серьезные мистические вещи, потому что я, наверное, там и исследовал, перечитал, наверное, все труды по работе мозга, по исследованию снов. И ты действительно погружаешься, когда я писал, погружал в такую дикую метафизику, что уже реальность начала мешаться со снами. Это при этом это, наверное, десятки воспоминаний, десятки монографий исторических, потому что роман называется «Высшая каста», и там два этапа. Это наша современность, где описывается вообще последние исторические события, где описывается быт и нравы наших элит, как работает политика, как работает бизнес. И второй этап, это 52-53 год. Сталин, Берия, Жуков, все события связаны с отравлением Сталина, с политическими заговорами, с свержением Берии, и вот это все описано. Но вообще сюжет там достаточно такой нетривиальный, когда генерал ФСБ, друг-решальщик, чиновник, и такой региональный олигарх, уже устав от всех этих изжок, от всей этой сладости, им генерал предлагает поучаствовать в эксперименте, в дорогом закрытом эксперименте, когда ученые нашли в ДНК нить времени, то есть это вся информация, которая записывается, человек проживает жизнь и как на видеорегистраторах, все мысли, чувства, то, что он видел, слышал, записывается и откладывается на ДНК. И ученые нашли возможность извлекать вот эту память, но просмотреть в реальность это не получается, можно только через вживление вот этой определенного фрагмента в мозг, и человек начинает во сне проживать жизнь донора памяти. И вот эти три товарища отправляются смотреть 52-53 год сны Жукова, Берию и Сталин. И вот на этом собственно все. И дальше идет уже разворот, когда там и мерцающие реальности, и вся вот эта метафизика снов, и о том, что время это не линейное явление, настоящее прошлое и будущее существует в одном измерении. И вот эти три товарища, они проходят вот этот путь от Кременовской палаты до Тюремной дурки. То есть Роман не оставит никого равнодушного. Пока в 21-м году планируется печатная версия. Сейчас Эксмо выпустило в электронном, и он доступен на Литресе. Вот Роман Высшая каста. Ну что, все тогда. Пожимаем руки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова